Наша коллега Оливия Ланкастер решила тряхнуть стариной и отправилась на соревнования по экстремальным видам спорта. Ну-ка посмотрим, какие трюки она нам покажет. На велосипеде. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Петербургский парк Есмена! Уже собралось несколько десятков молодых спортсменов. Здесь всего плюс 16, это оптимальная температура для занятий экстремальными уличными видами спорта. Но уже жарко. Все ждут начала джем-сессии. О том, что это такое, мы поговорим с организатором мероприятия Виталием Богдановым. Виталий, доброе утро! Всем доброе утро! Что здесь сегодня происходит? Рассказываю. Сегодня вы наблюдаете от молодежного проекта «Стиль ритма» соревнования под названием «Джем-сессия». Джем-сессия отличается тем, что ребята в одно время катаются, парка мы поделили на две зоны, правая сторона самокат, левая BMX. Соответственно, в джем-сессии могут сразу участвовать по 10 человек. Ребята катаются, судьи, собственно, отмечают баллы и отбирают самого лучшего. После этого мы, соответственно, награждаем его призами от партнеров, спонсоров и так далее. Какой возраст участников? Возраст у нас от 14 лет до 35. Как они все сюда попали? Рассказываю. Все просто. Онлайн-регистрация. Человек регистрируется, приходит ему уведомление, что его отобрали. Он участник соревнований, он приезжает и катается. Это все профессиональные спортсмены или среди них есть спортсмены-любители? Я скажу, что здесь есть и любители, и профессионалы. Профессионалы. Большую часть нашего проекта направлена на развитие, конечно, любителей. Ребятам помочь, чтобы, соответственно, из них сделать чемпионов, и они выступали на чемпионатах России. Как-то вы заботитесь о безопасности, получается? Это экстремальные виды спорта? Конечно. В основном, если не совершеннолетние, они все в защите катаются, да? А, соответственно, кому есть 18 лет, он может без защиты кататься. Это уже его выбор. Зачем, как вам кажется, все это нужно? Вот какая-то глобальная цель этого мероприятия? Летние соревнования у нас проходят, соответственно, в разных районах скейт-парка. Это соревнование будет движение при поддержке правительства Санкт-Петербурга и комитета по молодежной политике. А сейчас уже, соответственно, на улице Коуна мы не можем на летних площадках проводить соревнования. И сейчас проводим в зимних, в крытых скейт-парках. Для чего? Для того, чтобы ребята улучшали свои навыки. Ребята приезжают и делают какие-то новые трюки, усовершенствуются, побеждают. И у них есть цель дальше расти и развиваться. А нынешняя молодежь на это все смотрит. Вау, мы тоже хотим и тоже уже подключается. Спасибо большое, Виталий, коллеги. Надеюсь, вы там же, как и я, зарядились тем духом, который виталийский партизмена. Желаем вам прекрасного дня и всем спорта!